Ну и кратко расскажем о жизни соседей, несколько новостей о том, что сегодня происходит в Ирбитском районе. Глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров объявил о старте мероприятий, посвященных столетию Ирбитского района. В течение всего года в самых разных его уголках пройдут торжественные культурные и спортивные мероприятия, посвященные юбилею. Мы же напомним, датой создания Ирбитского района считается 18 февраля 1924 года. Район, включающий 18 сельсоветов, впервые появился на карте Уральской области в рамках проведения административной реформы. С тех пор его границы и структуры неоднократно менялись, а сегодня Ирбитское муниципальное образование – это 21 территориальная администрация, которые объединяют 103 населенных пункта. Продолжается инициированная по предложению губернатора области Евгения Куйвышева работа по приобретению автолавок для сельских удаленных территорий. В этом году еще пять спецавтомобилей общей стоимостью более 13 миллионов рублей начнут работу в селах и деревнях Ирбитского, Артинского, Тугулымского, Байкаловского и Алапаевского районов. Отметим, что для 42 отдаленных сел Ирбитского района это будет уже второй магазин на колесах. Первый купили в прошлом году, и на сегодняшний день он обслуживает почти тысячу человек. В Ирбитском районе подвели итоги традиционного конкурса по зимнему праздничному оформлению общественных и прилегающих территорий «Зимняя сказка». В этом году на рассмотрение жюри поступило 24 заявки от территориальных администраций, учреждений культуры и образования предприятий и жителей района. Причем многие из них свои сказки создали еще в начале зимы, в преддверии Нового года. Ну а самыми яркими и оригинальными были признаны композиции Надежды Удинцева из деревни Чащина, Светланы из Тихина из Зайкова и Сергея Никитина из Келачевского. Из числа организаций лучшими названы Пионерская территориальная администрация и отдел социального обслуживания населения поселка Пионерский. Победители и призеров руководства муниципалитета планируют наградить в середине февраля. Продолжение следует...